В каждом кадре чувства, в каждой секунде смысл, фильмы разных, фильмы о разном, вдохновение, противоречие, преодоление себя. Работа начинающих режиссеров. Дебют для тех, кто никогда и не думал связываться с кино. Удастся ли профессиональным зрителям нащупать какую-то искреннюю интонацию или прочесть внутренний монолог автора? Удалась ли попытка найти ответы на вопросы, волнующие прежде всего самого режиссера? Чего так долго-то? На шефа нарвался, спрашивал, что это вдруг город захотел поехать. Пришлось выкручиваться, выдумывать. А ты что, вчера песни пел? Шеф машину даст, отпустит? Кино не развлекательное, кино содержательное. История, о которой нужно будет подумать и сделать свои выводы. Этому авторы учились на протяжении восьми месяцев в киношколе. Практически все ранее никогда и не были связаны с киноиндустрией. Сегодня они уже готовы смело не только заявлять, но и демонстрировать свои идеи. Сюжет простой, просто к одному человеку приходит письмо из замка, то, что он должен поступить на работу. Фильм вообще о любви, об отношениях сына и отца. У нас главный герой – отец, который отчаянно пытается найти связь со своим сыном и вспомнить те хорошие моменты, которые у них были. Мы очень хотели в этом фильме показать Казахстан современный. В какой-то новой его версии состояния казахской семьи современной на сегодняшний день со всеми внутренними конфликтами, но с любовью к стране. Фильмы из жанра «Короткий метр» оказались, по мнению профессиональных игроков киноиндустрии, очень смелые, современные, рассказанные актуальным языком. Они не стремились делать поп-продукт, старались обходиться без работающих приемов и не заигрывать с коммерческим мейнстримом. Сегодня к кинематографу очень большой интерес у серьезной публики, у людей, которые имеют уже какой-то определенный жизненный опыт, люди, которые думают и размышляют. То, что пришли на эти курсы ребята, уже повидавшие жизнь, и с внутренним огромным желанием через язык кино рассказать и выразить свое отношение к этой очень непростой жизни. Вот этот эффект, вот это вот сочетание, оно выстрелило. Котенок не нужен. Начинающие кинодеятели, получившие внушительный багаж, уже в ходе создания картин самостоятельно разрабатывали стратегии производства, находили источники финансирования, строили свое отношение к зрителю. Это шанс для начинающих режиссеров, сценаристов, операторов вместе поработать с опытными мастерами, для которых, в свою очередь, это возможность прикоснуться к идеям нового поколения казахстанских кинематографистов. Вот когда я сталкиваюсь с ребятами, которые, ну вот только со школьной скамьи, им 18, там 19, 20 лет, безусловно, у них очень много энергии, очень много придумок, они фантазийны. Но для кино нужно немножко другое, нужен жизненный опыт, нужно пережить какие-то драмы, трагедии, чтобы было о чем рассказать историю. И вот сегодняшний выпуск, сегодняшние картины – это большая удача. В этом вообще есть очень позитивная тенденция, что снимают люди со вторым высшим образованием. Например, всегда в Москве были ценные, не только в ГИК, но и высшие курсы. Тот же Еремек Турсунов, тот же Сатабалден Рембетов, они заканчивали высшие курсы в Москве сценаристов-режиссеров. То есть они приехали туда зрелыми людьми. То есть когда, и это как бы закон, который обо всех говорят, в режиссуру должны приходить зрелые люди, потому что режиссура – это не только ремесло, это жизненовое. Начинающие режиссеры часто заявляют о себе посредством короткометражного кино. Уже на этом этапе можно определить почерк режиссера, стиль и авторский взгляд. Я думаю, что именно короткий метр снять иногда сложнее, чем полнометражное кино. Вообще сложно снимать хорошее кино. Все выпускники киношколы, по мнению кинокритиков, смогли раскрыть тему, рассказать историю в малой форме, в малом метраже. Кто-то из них, даже увидев свою работу на большом экране, все еще не определился с выбором жизненного пути. А кто-то уже готовит свои работы к участию в конкурсах и фестивалях. Субтитры создавал DimaTorzok